Климат Беларуси с каждым годом становится мягче. Зимы уже не те, что бывали в прошлом веке, и вот в начале весны лёд сошёл с реки Припять, и грибцы, воодушевлённые этим фактом, начали свою подготовку в байдарках Каноэ с удовольствием отмеряя километр за километром на водной глади. В этом году вода пошла очень рано, и так как для грибцов вода – это самое необходимое звено в нашем виде спорта, поэтому мы и тренера, и спортсмены очень рады, и с большим нетерпением этого ждали. Сейчас с большим удовольствием выходим, тренируемся, и детей проще привлечь к нашему виду спорта с открытием воды, с такой погодой. Подтянулись большинство спортсменов на грибную базу, так как уже тренажёрный зал за время зимы уже немножечко детям приелся, поэтому уже выходим на воду. Наверное, каждому грибцу знакомо это восторженное чувство первого выхода на воду в сезоне, а когда ещё и хорошая погода, такая как сейчас, то и вовсе тренировки доставляют только положительные эмоции. Я тренируюсь уже с 2014 года. Меня завлекло этот вид спорта тем, что можно легко и просто научиться плавать на разных видах лодок, на каное, на байдарке. Как видим, греблей занимаются не только мальчишки, но и девчонки, причём достаточно юного возраста. Видно, что им нравится тренироваться, изучать азы греблей, и глядя на своих старших товарищей, они уже сейчас мечтают о покорении самых престижных высот мирового спорта. Я занимаюсь с сентября 2014 года. Мне нравится этот вид спорта, потому что тут интересно, тут можно научиться на каное кататься, на байдарках, на катамаране мне тоже нравится. В спортивном зале тоже интересно. Я мечтаю выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы. Ну что же, планы Оли сходны с теми, что есть у другой героини нашего сюжета. Мастера спорта международного класса Жанна Туровец. Или Жанны Александровны, как называют её подопечные. Ведь с этого сезона она стала совмещать две роли – спортсменки и тренера. Да, я совсем недавно начала освоить тренировку профессию. Мне нравится заниматься с ребятами, показывать, что и как правильно делать. Но из большого спорта пока ещё ходить не собираюсь. 15 апреля у нас Кубок Беларуси. На нём мы будем с моей напарницей Анастасией Корбачёвой стараться добраться на этап Кубка мира. Под руководством своего тренера Павла Игоревича Мудрагеля Жанна вместе с подругами по команде Анастасией Корбачёвой и Снежаной Бубра готовится к Кубку Республики. И вполне возможно, что следующий кубок, в котором будет принимать участие эта девушка, это будет Кубок мира. Похожая ситуация и у Сергея Куприяновича, который также, как и Жанна, продолжает тренироваться и начинает тренировать. Начал я только с сентября месяца тренерскую свою карьеру. Ну, совмещать, как бы, тяжеловато. Не хватает отдыха, чтобы самому тренироваться. Если как спортсмен Сергей Корефей гребли, то как тренер он только начинающий наставник. И его подопечные – это совсем ещё юные ребята. Группа начальной подготовки, с 2002 года начиная. Детей особо немного, потому что постоянно на сборах, в разъездах. Ну, весело работать, в принципе, можно, когда завершу спортивную карьеру. Связь поколений с Дюшор Жемчужной Полесье наблюдается не только в среде спортсменов. У тренеров тоже есть преемственность. И вот уже рядом с опытными специалистами Владимиром Рыбаком и Рамилем Минодаровым до уровня старшего тренера национальной команды вырос Павел Мудрагель. Есть успехи у Виталия Бабыны, Дмитрия Клименко, обещают стать сильными тренерами и следующая прияда. Ещё недавно действующий гребцов Дмитрий Рабинок, Виктор Шумак. Ну и, конечно же, Жанна Туровец и Анастасия Корбачёва, которые на личном примере показывают своим воспитанницам, как нужно грести и какие результаты показывать. Продолжение следует...